Поздравляет историк Иранист, то есть Иран, но и Афганистан. Знает точно больше всех. Доктор наука. Да, и профессор, и преподаватель до сих пор. Большой специалист по Востоку в том числе. И все это группа стран, которая всегда была в церкви. Доверяю я только ему. Что касается того, что говорят, говорят, что тот там не был и не тогда не задавался вопрос. А сколько реально мы потеряли там товарищей? То 13500, то 15321. Откуда вам знать? Я не к вам вращаюсь. Сколько реально? Если одна Украина, я знаю, потеряла больше 5000. Одна Украина, тогда был Советский Союз. И знают все четко, потому что эти пиндосы США, РУМО, разведка начальников штабов, которые считают потерей. Почему я делаю? Потому что дальше я буду петь не только о живых ветеранах, а о тех, кто ушел. Здесь сидят две замечательные женщины. Одна из них, Люба, это жена Советника и дочь Ольга Советника. Наших Советников. В общем, и много было. И Горя Комиссаров здесь сидит. И вчера прилетел из Кабула, а завтра улетает туда. Опять в Кабул, где уже много раз заезжает, и много лет сидит при всех режимах практически здесь. Это Слава Некрасов. Слава, ты где? Слава, он не дошел туда. Слава, Слава, я летел из Кабулы. Вот, ребят, я еще не улетел, я здесь. Вот он еще. Но я говорю, завтра улетает буквально. Так что где-то в районе 50 тысяч. Потому что те, кто считает наши боевые потери, а это боевые потери для них и для других. Не друзь, но разведок. И потери Совета Союза в Афганистане исчислялись не тем, не столько тем, сколько упало на поле боя, сколько умерли. Не прошло месяца в Кабульском госпитале, в полевых госпиталях, либо в Ташкенте. Потому что человек, который умер через год, через два, через десять, раз лет не жертва Афганистана, это не наши, разли погибшие братья по войне. Поэтому третий тост уже сегодня пили, но я спою еще и песню. Но сначала, возвращаясь к тому, раз уж так исторически сложилось, что сегодня у нас, кто как считает, кто праздник считает 15 февраля, кто считает, вот из тех, кто штурмовал в Кабульске в 79-м... Кабульске, ничего. Почему? Не слышно совсем? Микрофон. Микрофон. А, вот так. Но повторяться я не буду тогда, все понятно. Не 15 тысяч, а гораздо больше. А кто на стрелках у бандитов, обкурившись на шеи, спившись окончательно, в 90-е лихие погиб. Погиб. В госпиталях не сознаются, это вы говорите после войны. Вы где там были, где вас носил, черт его знает, вы не жертвы войны. Жертвы. Поэтому, но сначала, не в я проникшусь, пойду в Россию. А вот, приходится начинать с конца, потому что в декабре 40 лет ввода. Для меня это не праздник. И для нас, тех, кто там воевал, мы друг с другом поздравляем, кто там был, из наших, бадахшанских. День памяти. Памяти учеших. А 15 февраля, я вышел раньше, со всей 103, раньше Громова, со всей фактической армии, 15 минут 6 февраля, 15 минут 1, в 0.15. Погранец меня не пропускал, а мне надо было за деньги истрачить. Я же пропил, естественно, куда, чтобы мне выдали там. Со спецзаданий улетал, выводы. Ну куда? Вот если бы отметил 6 числа, я бы отчертался, все чисто. А тут пришлось возвращать. Которые. И он меня не пропустил. Не поставил штамп. Молодец. Чего это сказать? Пограничники есть среди нас? Нету зеленых никого? Только в боях, и в боях. А погранвойска, КГБшники, ФСБшники то же самое. У комитета госбезопасности не видят. Там ГБ было госбезопасность, но это охрана в основном. А вот погранвойска, зеленые. Они были. КГБшники все, много. Верстаков правильно сказал. Но я сейчас о выводе. Три песни были написаны нам в 88-м году. Второй завес в Афганистан, 89-й, 3-й. И они посвящаются именно окончанию войны. За мной оставались из 23-й 9-й. В Аркейской, Вадужесан, Витебская. Николаевич, не чертуй, давай не проходи. Давай. Есть уже все. Проба достать, стоишь готовой. Ладно, спасибо. Та война нам казалась вечной 9 долгих свинцовых лет. Автоматы, швырнув за плечи, возвращается из-за речки. Ограниченный контингент, Ограниченный контингент. Нас не встретит с салютом столица, Всквозь помянут столбцы газет. Перепод о усталых лицах Возвращается из-за границы Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Нам побед и потерь хватало, На войне привилегий нет. Ни солдату, ни генералу, Но единая судьба связала Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Будет память тоской ранима, Но сегодня на грусть запрет. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. и вторая песня переходу на следующий день из хоратона в Тюрьмец только был переход это 103 остановили всех и пока там БТР старый на новую комендатуру предоставил пока солдат офицеров не переодели там в новое задержки проходили в это время я с двумя майорами с двумя валерами вы встали к бронетранспортере мы пили водку не пустили одеться нечем боевые офицеры один начальник авиоразведки а второй начальник разведбата вот которые во главе шли колонны сворачивали за собой все посты блокпосты и все когда набросили журналист побежали их отпустили от трибун для выступали вторые секретари еще кто-то это чего-то скрываемся говорил командир мы захлопнули люк боковой и продолжали пить так как нам не колотили потому что да чего сказать то дайте отдохнуть и все людям и деветели ветра чужой земли ломали нас и гнули и косили мы до границы в вечности дошли а многие ее переступили тюльпали на броне ах как прекрасен мир где нет свинца летящего до гонку но лишь вчера последний командир последние отправил похоронку но лишь вчера последний командир последние offers похоронены последний из сто метров на дырком Сто метров между миром и войною И командар усталый и седой Прощается с последней бронёю Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир Гринец свинца летящего в догон Но лишь вчера последний командир Последнюю отправил в махаронку Последний раз во гневе оглянись И поминись, тут есть за что виниться И памятью ушедших поклянись Что это никогда не повторится Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир Где нет свинца летящего в догон Но лишь вчера последний командир Последний отправил в махаронку Но лишь вчера последний командир Последний отправил в махаронку Вот захлебнулись радостью сердца Но на минуту радость переспорим Взгляни солдатской матери в глаза Которые побыть свинья до горя Тюльпаны на броне, ах, как прекрасен мир Где нет свинца летящего в догон Но лишь вчера последний командир Последний отправил в махаронку Еще в Афганистане сколько тайн Чуть не столько же, сколько тайн Сокрытых от нас, от всех простых смертных Архивами ЦК, архивами КГБ Министерской обороны Тайна о Великой Отечественной войне И вроде бы все знаем, но не все И никогда не узнаем Так же мы не узнаем правду в Афганистане Меня вот интересует вопрос А как же мы ставили там, на Джабулу Да, бывшего председателя ХАДа Не важно, какой он СГИ Служа государственной информации Это КГБ, по сути А как же мы так допустили Сбежав оттуда Позорно и посольство, и все Я знаю человека конкретного Бротив афганцев, которых приручили Которых не пускали Наши погранички из границы А как же получилось, что на Джабулу Сдергнули талибы А отдали ему американцы И ценоют для этого Да Все правильно Ну как же мы выросили его Воспитали, а потом бросили Так что Тайны еще много И нам их не раскроют Я просто смотрю и слушаю Говорил уже Экспертов, которые ни черта не понимают Дудят в одну дудку Потому что так сверху приказали Но я никому не подчиняюсь На самом деле Не прощайте горе, Дима, вывод А батальонная разведка Которая написана в 75-м году Отношения к выгоню Просто успел Никакого не имеет Ну я начну Вчера с твоей песни Начался в конце Я знаю, да Он каждый раз начинается Песня же хорошая Я лично знал Калашникова Изобретателя Изобретателя Автомата И когда Однажды привез к нему Немецкого журналиста Дед Калашников Казал Когда выпили Он Нормальный был мужик Выпили Простой Ну старший сержант был Но тем не менее Герой Советского Союза Он сказал Игорь Ты знаешь Если бы за каждый мой Автомат В мире Платили По доллару У меня бы здесь Дворец стоял Золотой Вот я и скажу Не хочу я Я не умею Тратить деньги И зарабатывать Тоже не умею Так я же закрываю Песню мою Которую спели Мне бы платили По рублю Мы бы с вами Кремне сейчас Я бы поступал Вы бы не здесь И банкет Был за мой счет И машины бы стояли По домам всех развести После пышного банкета Ну Нет Важнее Путина А что про Путина сказать Он на год Мало же меня А судьба Одна и та же Только он в Германии А я В горах При горах Памира В Бадахшане Так Чем при него сказать У меня пять верхних Специальных образований Два таких Граждан И пять верхних Ну а там все юристы Как я посмотрю У нас Кого не кнешь пальцем Все юристы Джудаисты Джудаисты Буддисты Джудаисты И хоккеисты Ну да Я тоже Там все Да Да Мендеры То есть Хотите вы сказать Товарищи Так что Я не знаю Чем Путин умнее меня Он не администратор Командиров Никогда не было Ничего На войне Никогда не было Поскольку он президент Я уважаю президента И против закона Не хожу Но это не важно Ну я законник Все-таки Двадцать лет По лезвию пускай Но ни влево Ни вправо туда Никуда не участвовал Никаких разборок И не делил я родину Там ни с кем Никогда И не продавал И не продавал Так что А нас всех вместе У меня такая же солдат И всех вместе У вас объявили Политической ошибкой В прошлом году Вроде как Что-то суетились Давайте отменивать Решение Да Вроде как Посадили ни за что А потом Давайте с костюм Они уже отсидели Значит А политическая ошибка Бродит где-то По Германии Да С пятном На бляши Да Который у нас Изменник Стрелять таких надо При Андропе А я в комитете При нем Ксенки надо Таких ставить Вот это вот Политическая ошибка Что выбрали Да Да не боимся Пусть они там Потом сожгли Уже второй Не сожгут Тогда вот такая Вот песня Главное Никто не говорит Ничего Хотя по закону Никто не имеет права Нигде выступать Морозов Народ пришел Песни слушает А почему я поделюсь С не с кем больше Карамоль Не своим Гмисом Дерись Дерись Прослушка Старшин Я же говорю о том Чего никто не знает И не положено знать А я могу рассказать Много чего Но здесь конечно Я прям конференция Поэтому Эта песня И одна история Не будет долгая Переврали все что можно Вчера в Кремле Выступали Не называли Ни автора Никого Раньше Было лучше Союз Выступает Слова Константина Ваншемкина Музыка Она исполняет Не знаю Пайка Кристалинская Теперь нет Теперь исправят Пугачева Все так и думают Это же Пугачева Ничего она толкового Не написала Никто ничего Не писал А вот Если вы внимательно Нет Я должен Пожалуйста Кому Кому Своим Не мог Скультуру Писать Там такой же Сидит Странный Вот И что делать То есть Не заработаешь На книгах Ничего Поэтому Извините Что Книги у нас По 533 Но Обещано Было еще давно В прошлом году Что к этой книге Будет Одна или две Кассеты В МП3 Со всеми песнями Которые написаны Оказалось Напечатать их Стоит гораздо больше Чем написать книгу Три года писать Здесь вот Ну будем думать Что там делать Ладно Вот эта песня Не знаю почему Ну поздно Ваши выводы И теперь Все кто не лень Ее поет В общем сначала Ее пели Все переворот Абсолютно Главкор Там Ну хоть здесь Написать Чего Что я Юль Как вы думаете Строчки Чем ты Земля Афганистана Искупишь слезы матерей Это верно Это я написал Абсолютно верно Ну прошло 10-15 лет Пока я всем не вдал Не пойти И то пели Продолжали петь Почему я в Криволь не хожу А говорят Игорь Николаевич Да у нас же дик записан Там это все Нет какое дело Ну это Да еще говорят потом Ну при новое звучание Придали песни И новый смысл Какой к черту У меня один смысл Нет Уже поют Великая держава Да я уже вижу Даже пишут Великая держава Авторский вариант С прогорянных Однажды Небесных вершин По ступеням Обугленным На землю сходим Под прицельные залпы Наветов И лжи Мы уходим 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 Прощайте горе Вам видений Кем были мы В краю далеком Пускай не судит Одна Бог Нас кабинетной громотей До свидания, Афган Этот призрачный мир Не пристало добро Поминать тебя Вроде Но о чем-то Грустит Боевой Командир Мы уходим 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 Прощайте горе Вам видений Чем наша боль И наша слава Чем ты Великая держава И скупишь Слезы Матерей Нам вернуться сюда Может быть не дано Сколько нас полегло В этом долгом походе И дела Не доделаны Полностью Но Мы уходим 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 Прощайте горы Вам видений Какую цену здесь платили Врага какого не добили Каких оставили друзей Вдруг спиртовую дозу Дели на троих Столько нас уцелело В лихом развецводе Третий доз Даже ветер на склонах Затих Мы уходим 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 Прощайте горы Вам видней Что мы имели Что отдали Надежды наши И печали Как уж живутся Среди людей Биографии наши В полдюжины строк Социологи втиснут Сейчас они в моде Только разве Под властью Науки Восток Мы уходим 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 Прощайте горы Вам видней Кем были мы В краю далеком Пускай не судят Одна Бога Нас в кабинетной Громоте Уходим 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 Декабря Уходим 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 Мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордюры. Нас звали каскадеры, даже ауганцы или разоречки. Как порой, каскадеры, ладно, полетели, сам за себя отвечаешь. Хорошо, ребята, только довезите. Но у нас судьбы разные. Уходят, ребята, потихоньку. Кому-то это напомнит песню Высоцкую, но это только мелодия. Просто судьбы моих друзей. С каждым годом их становится все меньше, я еще живой. И каждую потерю другу, близкого человека, вот что не говорить, я просто чувствую. Это твоя история и твоя жизнь. И потихоньку вместе с другом с ростом умираешь сам. Это ощущать. Частичка твоя, она умирает. Поэтому вот такая песня. От разной причины. Говорят, что цирроз печени и инфаркт – это болезнь разведчиков. В итоге может быть и правильно, но не там, не за рубежом мы убираем. Мы умираем и здесь, совершенно мирной жизнью. От того, что, может быть, не совсем правильно, четко все это воспринимаем. А может быть, заедает ностальгию. Но не важно, чего там уже. Давайте песню споюсь изо всех. По моих боевых друзей, которые уже покинут мир. Пять каскадеров лезли вы, покручим на помире. Но сверху камни сорвались. И их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишат десант под Гюльханую И власть народную спасли. Но их осталось трое. Три каскадера шли в песках. Глядись едва, едва. Один ловушку прозевал, и их осталось два. И в кишлака, услышав крик, решили поглядим. Но там был снайпер-штурмовик, и их уже один. Один вернулся, и ему молиться бы судьбе, Но стал не нужен никому. И главное, себе. За рюмкой, коротая на ней, он сжег себя дотла. И снова встретились они такие. Вот и дела. Ла-ла-ла-и-ла-и-ла. Ла-ла-и-ла-ла. Это мысленно перенесемся 40 лет назад в декабрь 79-го. Я не могу эти песни исполнить. Я не был в декабре. Я не штурмовал Кабулу и не участвовал в Шторм-333. Там те ребята, десантура, группа Альфа, которая вымпел, КОС, и зенит, факел. Тогда вымпела еще не было. Ему не знали, что он будет. Он создан был только осень в первом году. Значит, каскада начиналась с 50-го года. Ей было четыре, а было четвертым, самый большой. Это был последний. Я спою про это еще потом. Значит, здесь есть очевидец. Боевой мой товарищ полковник. Где? Где он там? Фамилия. Фамилия секретная у него. Комиссаров, Комиссаров. Вон он стоит на горюках прячется. Кто-то знает Комиссаров. Значит, боевой полковник со спецподготовкой. И мы рады всей командой, когда он пришел к нам. А до него был тоже замечательный человек, тоже советник, кто лежит внухин. Вон там. Вот так. Он отошел. Созрение плохо. Ну, я точно знаю. Вон сидит прячется там, серьезно. Я благодарен судьбе и мы все. Команда Бодохран, 30 погранцов, 3 офицера. Благодарен, что у нас были вот такие советники. И уважали их всех. А Коля вообще обожала его молодежь там. Он и в школы ходил, и в женские, и в мужские. Нам-то неудобно. У меня с бородой какие там женские школы. Коля вот тогда был, как сейчас. И много ценной информации приносил. Которую мы не встанем были добыть по причине возраста. А мы назывались советники. Прятались, хотя никому не подчинялись. Но вот обслаган. Вот вы не на дядю работаете, а на госбезопасность, на Россию так. Доклады только на... Ну, не важно. Значит, сейчас я... Это просто отступление реческое. Ну, я песню, вот спою песню, написанную... Вот наши знают, Карасем, да? Карасем. Расшифровал Сергей Климов. Полковник комитета государственной безопасности, декабрист. Так всю войну и сидит, никуда не выезжая. Говорит, что, дурак, что ли? У меня тут собаки, жена, дочка. Что из Луганска куда-нибудь поедут? Вот он, песня его. Ее все знают, а у Гаца, наверное, не знают все. Он первый автор. Я спою, поскольку он после очень тяжелой операции, надеюсь, начнет говорить в скорости, пока он ничего не говорит и не поет. Как начиналась эта война? Бог, если увидимся ли мы к 27 декабря этого года, никто не знает, так что сейчас поет. Чужую песню, но она очень важна и для меня. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? В декабре меня кроха спросит, потирая озявший нос. Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом И друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? Суету новогодний вечер Вспомни наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Тогда это было так, в скорости, в скорости вы знаете, начался третий тост, да? Все его знают, а в конце уже войны, году 87-го, пошел такой, уже после 86-го, когда был первый бой, там пошел, он был такой, четвертый тост. Чтоб за вас, друзья, не перегреть, да? Или попозже. Попозже, я и говорю попозже-то, но тоже. Так. А что было в середине? Вот в середине было вот это вот. Здесь солнце бьет совершенно. Да, это Батакшан, город Файзабаде, в десяти километрах 860-й отдельной стрелковой полке, еще в километре особой эскадрильи Файзабадская. Да потом я спою и расскажу пару слов. Там был, там служил по-братим, вертолетчики, ну, это потом-то. Будние трудовые, здесь солнце бьет с вершин, по лучами маяка, над кишлаком корши нависли облака, и топчет караван столетнюю тропу, вот так Афганистан врывается в судьбу. Над речкой, как чай, качается жара, и пахнут алычой горячие ветра. Под каской котелком дуреет голова, трещит под сапогом сгоревшая трава. И призраком воды дурачит миражи, а сколько до беды, попробуй предскажи, ну, кто бы нагадал, что сбудется вдали, а мы идем в гора пятнадцать шуравей. Нам некогда глазеть на местный канарит, нам к вечеру успеть на базу предстоит. Мы смоем пыль и пот и запах от ремней, и встретим Новый Год в компании друзей. И на немой вопрос зеленых ловичков поднимем третий тост без зоны и без слов. Начнёт ночная мгла? Надо модуям кружить. Такие, брат, дела. Такая наша жизнь. Аплодисменты. В истории пускай остается, но были и веселые песни, всякие разные. Так что вот, эта песня, она вторая и третья написаны там, в Афганистане, по месту прибытия, славный город Файзабад. Еще ничего не знала, ничего там. Но попадал на колонны так, потому что приехали еще два моих заместителя. Солдаты были умнее меня, они у них учился, они по году, или по полгода, они по году на заставе, потом в Афганистан, и полгода они уже бегали по горам со вторым командиром. А я 92 килограмма, хряк такой, плелся в конце, вот как сейчас потом обтекает, значит. Но пока не стал бегать туда, с утра пораньше, вместе с замполитом у команды «Кобальт». Ничего, я с 92-х приехал в Москву, он же, наверное, не даст соврать. Килограмм так 75-76, наверное, весь черный, пропитанный, пыльевый, загар хороший, вечно, и с бородой. Песня, которую, да, итог, кто в конце ее пропустил как-то, значит, это длинная песня, я ее позволю себе спеть со второй части, а может, с первой даже лучше. С первой, да, это баллада одна, а другие, а двух братьев. Я братьев двух, это был взгляд, когда вернулся, и товарищ мой вернулся. Друг, говорят, видите, на два братья, один не паналатический работник, а он был, этот, самый. Афганский офицер-лейтенант, то есть не афганский, а наш, он был офицер. Я братьев двух когда-то знал, с одним в Афгане воевал, ходили к черту на рога и ведьмам зубы. Стрелять он был в большой мастак, с десяти шагов менял пятак, был по натуре весельчак, хоть с виду грубый. А старший был обществовед, на все вопросы знал ответ, имел отдельный кабинет, машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве, имел симпедии в голове, за дело даже не уме, не в уме поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, мы все покинули Восток, домой вернулись те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему Меньшой, все ж как-никак, а брат родной, тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. А нам спиртокопный глотки сжег, а здесь французский коньячок, икорка, семка, булычок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья, чеснок, четыре сухаря и фляжка чай-чай. Меньшой сидел и молча пил. Тут старший тост провозгласил, и выпил из последних сил за тех, кто в море почему-то. И повердет на свет стакан, сказал я, Слышь, братан, да брось ты свой Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пара лет, его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет, глупцам забава, и на и нынче времена. Другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Да что ты права. Бери пример хотя б с меня. Героев их не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, что в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то в Аттайях. Тут старшего, младшего тяжелый взгляд его прервал. Отставить, брат, я не политик, я солдат. И мне до дверцы вся философия твоя и золотая чешуя гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле и ложенки я тебе, ты мне, как песня вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца неполных девять грамм. Чтоб ты название дорос. А как дорос, еще вопрос. Здесь главное по ветру нос держать умело. А я хотел бы посмотреть, какие песни станешь петь. Ты там, под обстрелом, чтоб ты в Европу ездить мог. Даль кровью брел с меня восток. Да я больше изночил сапог, чем ты штиблетом. Ты здесь в арабскую кровать жену ложился почевать. А там привык на камне спать. Я с пистолетом. Мой друг не мастер, говорит. Убил он с порог трезвым быть. Но вижу, начал заводить его бродочек. И друга я увел к себе. По избежанию ЧП Мы с ним бродили по Москве До самой ночи. Какая бы ни была беда, Мы слез пилили никогда. Обиды горькая вода, Бойцу опасно. Вдруг стиснув зубы, Соль глотал. Что думал он, о чем гадал. Я думал, так же и молчал. Все было ясно. Потом судьба нас развела. Его на север позвала. Меня замучили дела, Работа, дети. Обрат его общество лет. Париж уехал на пять лет. Он там большой авторитет. В посольстве третий. Еще одна песня. Она продолжение этой. Потому что наглядно нашла героя. И в Кремле товарищу мы ему вручили. Правда не президент. И там не единственный. Кто-то там вручил. В компанию других. Орден крас-звезды. И мы решили его мыть как положено. И пошли мы в ресторан-национальный. Где была очередь. Нас не пускали. Но я уже был под прикрытием. Капитан уголовного розыска по фамилии Неморозов. А у меня была другая. Не важно какая. Прикрытие документа так называемого. И все эти пропустили. Видите, там бур оказался сильнее всех. И мы там сидели и пили. Вот о том, что происходило в их вечер продолжение. Называется это «Орден в кулаке». Разжми кулак, сведенный, друг, товарищ. Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарить. И разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо, чек вардака. Догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась пятая атака. И как кто-то грудью лег на пулемет. Но эти за столом под образами. За скатеркой и зеленого сукна. Не они тебя на рейны провожали. Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам. Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нэпманы. Прожигающий частный капитал. Нам вас пустят все грехи официантка. И под опли электрический гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге. Я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки. Кто-то памятник при жизни возведет. Кто-то в спину нам пролавит недобитки. А кто-то руку, понимающий, пожмет. Помнишь, Пашку? А Валерку из Баграма? Оба в восемьдесят первом полегли. Опа глухие, только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. В третий тост не прячь глаза ведьмой, мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старин. Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвений не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком суровое на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова Постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком суровое на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова Помолчи у краснозвездных пирамид. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, Кобзон пел для любимого командира в Громово «Прощайте горы». А еще был тогда, мне сказали, Игорь Николаевич, Кобзон споет вашу песню. А я чего? Я не формат? Ну и ладно, я пошел с ребятами пить водку. Благо, буфет работал и больше я не хожу ни в Кремль, ни туда. Ну, пойте на здоровье. Я не воспринимаю вообще войну как вокально-инструментальный ансамбль. Хотя много друзей у меня, голубые береты, значит, там, голубые молнии, там еще. Но они поют, они делают свое дело, пусть поют. Когда стали обзывать любимого моего, самого одной любимого, Александра Городницкого, да, бардом называть, министрелем, черт чем, да? Он сказал, автору исполнительному, он сказал, знаете, я не бард, не акин, не министрель. Я поэт, который свои стихи поет под музыку, поет. Вот и все, правильно. Так что вот я целиком за ним не был. До нас не доезжали вокально-инструментальные. Может, они были где-то, чего-то. Не ансамбль. Один раз в Белоруссии приехал 860-й полк. Серега, наверное, помнит. Ну, девочки такие, лет по 40, там, прыгали, юбка короткая. Их тут же офицеры разобрали, потом, и они ушли, там, по модулям разошлись, там. Ну, это, Кобзон приезжал раньше, ну, хороший, замечательный поэт. Ну, кто его заставлял, парикей в тройке черной петь на жаре плюс 52, я не знаю, как он выдержал, молодец. Розенбаум, который тоже бегал, прыгал там везде. Молодец, хорош песни писал. Пели их, значит, надо свое дело внес. Ну, Лещенко меня потрясло. Тем более, я тогда после, только после инфаркта первого отошел и в Кремль пригласил. Я говорю, я петь не буду. Ладно, вот тебе пригласить на билет. Вот сюда, вот еще один банкет, туда, вверх. Я сижу и слушаю, выходит Лещенко и рассказывает. Вот мы когда с ребятами уже на выводе, вот его слово, да, есть. Кстати, это вот выложил мой оператор, выложил на сегодняшний концерт объявление. Морозов и Лещенко, конечно, интересно для меня, но я его видел из зала. Он стал рассказать, как сидел с солдатами. Вот они думали там, значит, а что будет со всеми, когда война кончится, они выйдут оттуда. И поет эту песню, немножко другой мотив. Значит, да, да, не пошел я в баню и специально водку пить, потому что солдат был спиртом у меня. Когда остановились на пути Хайратона, там вставались, ночевка, офицеры в бане. А я на буронетранспортере ехал, и я там с ребятами, и спирт нашли, и мыли. И кашу я эту черту уперло в банке. И посидели без всякого, и обошлись. Ладно. Когда мы на землю опустимся с гор, Когда замолчат автоматы, Когда был последний костер, Какими мы станем, ребята? Когда раскаленный остынет гранит, Когда отгремят камнепады, Когда наши души любовь исцелит, Какими мы станем, ребята? Когда наши души любовь исцелит, Какими мы станем, ребята? Когда мы вернемся в раздолье берез, Где нервы стряножить не надо, И высохнет след от непролитых слез, Какими мы станем, ребята? И высохнет след от непролитых слез, Какими мы станем, ребята? Какие удачи еще впереди? Какие насыщут награды? Когда отойдет, Отомрет от болитых слез, Какими мы станем, ребята? Когда отойдет, Отомрет от болитых слез, Какими мы станем, ребята? Когда отойдет, Когда отойдет, Когда отойдет, Когда отойдет к непогоне, Плечо, Пробитая возле герата, И память толкнется, В висок горячо. Какими мы станем, ребята? И память толкнется, В висок горячо. Какими мы станем, ребята? Точно, как мой отец говорит, дольше проживу, если я буду хотеть расписать, ладно, тут появляться. Так, веселая песня. Одна из первых тоже написанная. Однокапливаться, значит, ну, пришлось колонны пойти, потом еще куда-то, посвоиться там вообще-то. Ненавидишь же сидеть там и водку пить, тем более, как снег напад, то не окончается, и пить нечего. Брагу солдат ставили, я расстрелял, вот что ли, в другую бутылку. Они говорят, батя, ты че наделал, ты пострелял вот так вот, горизонтально. Ну, я сверху, нашел искры, пробилась отверху, от горлышка до тнища, и все вытекло. Обманул бойцов. Ну, вот, афган-шампань, брага это там. Ну, вот такая песня, тоска по родине называется. Кому-то коньячок и осетринка, и пиво запотевшего бокала в речке Кокча. Водится маринка, козляве рыбы в жизни не едала в речке Кокча. Водится маринка, козляве рыбы в жизни не едала. А где-то рано утром после пьянки Домой плетется интеллектуал. А в фейзопаде водятся фаланги, Я твари ядовить и не видал. А в фейзопаде водятся фаланги, Я твари ядовить и не видал. А ведь где-то даже женщин обнимают, Которые не стоят ничего, Пардон, да, ну, ничего. А в фейзопаде по ночам стреляют, И пули пролетают сквозь окно. А в фейзопаде по ночам стреляют, И пули пролетают сквозь окно. Пускай пешком и даже без патронов. Но я в Союз бы с радостью ушел, Но под Ахшани водятся шпионы, Которых я пока что не нашел. Но под Ахшани водятся шпионы, Которых я пока что не нашел. И не нашел это все за целый год. Они водились, но я их не нашел. А не меня, то тоже хорошо. Для кого из них? Да, единственный транспорт у нас был, понятно, Туда самолетами, а по Афганистану вертолетами. Вертолетчики. Это Ми-6, Ми-8, Ми-24. Вот у нас особая эскадрилья, она была смешно, 24 пришли в туэн. Там побратим, я про него еще споем. Вадим Бурага погиб в 83-м году. 8-го сентября сгорел, был сбит, загорел живьем. Вместе с другом Камерской Виталькой Балабановым, Который тоже погиб, но чуть позднее, в Кабульском госпитале. Я писал эту новогоднюю ночь, Свой старой ночь первая. Я не знал, что эти слова в какой-то мере хоть косы, Но вдруг я потеряю побратима. Тут такие были написаны. Вот опять летим мы на задание, Режут мне вокруг и лопастей. А внизу земля Афганистанья Разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, Вот уже к тебе под облака. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дошека. И кому судьба какая выпадет, Предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алой высветят, Право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, И о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, Даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, Даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, Режут мне вокруг и лопастей. И опять страна Афганистанья Разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистанья Разлеглась в квадратиках полей. И в окружении С 82 на 83 год там же были наброски. Первые сделаны, что написал. И назвал его вальс четвертого года войны. Я обрадовался, когда администратор Юрова, А он ведет учет авторским песням по всей Европе И даже по-моему где-то там, Да японию включительно, И он говорит, смотри-ка, идем нам, Читает написанное ему послание в электронке. Идем на рекорд. Я думаю, да, и больше ничего. Думаю, проходит месяц, недели две вернее. Он говорит, рекорд есть. Смотрю, рейтинг песен всех, значит, по Европе И другим странам, и нашим бывшим республикам То же самое выходит эта песня. Поэтому я не могу без гордости, значит, Чтобы не спеть ее, значит, там эту песню. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Не слышим, и весом кружится, Свек над крышей затянут в облака. Полночный небосвод Звучит случайный вальс ПЕСНЯ 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 Гитару снят, усталый вертолетчик Настроил в унисун с аккордами души И добрый старый вальс среди афганской ночи И мысли, и сердца, и звезды закружил И добрый старый вальс среди афганской ночи И мысли, и сердца, и звезды закружил Плывет, качаясь вальс над древними горами Не ведая и слушая войны, не ведая границ Мы грезим наяву любимыми глазами Пожатьем нежных рук и шорохом ресниц Пусть голос твой охрипнет, но нету в звуках фальши Кончающийся год не зарастет плюем Играй, пилот, играй про то, что будет дальше А мы тебе сейчас тихонько отполем Ночь коротка, пят облака И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука Но после тревоги спит городок Я совсем танцевать изучился Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часы Пусть я с вами совсем не знаком Недалеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом мы танцуем вдвоем Так скажите мне слово Зам, не знаю, о чем Не слышу, не весом Кружится смех над крышей Затянут облака Афганский освод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его лотик приходит ноль Ну прибыл туда И такая песня написала Сиденье на месте Ну хождение по город надоело Кругом бандитский рожен Оказывались везде душно-духманской Куда не плюнь там Собственно и тень еще боялись Через два месяца пребывания Уже ни черта не боишься Сел порванец, наплевать на все Когда сообщают, что осталось две недели До отлета домой Тогда опять появилась Какой-то страх Глупо погибнуть на избытии Всего И вот А тут было как-то тоска Затя жена и тут Ну и такая песня получила Эх, куда же ты попал, каскадер Что ни шаг здесь, то дувал, то забор За заборами ханул и духтар Володя, лишь не нравится А над крышами солярный югар За дувалами ханул и духтар А над крышами солярный югар И шаги орут с утра до темна И в смечети подрывает мулан И слоняются весь день рафики От базары до кокчей реки И слоняются весь день рафики От базары до кокчей реки Здесь не ведая тревог и забот Чеханечий гоняет народ Обсуждая целый день, что почем А душманы вроде им нипочем Обсуждая целый день, что почем А душманы вроде им нипочем А это что за чучело в паранже Двух валу гоняет вдоль по меже Ах, эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис А эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис А у дуганщиков по собачьи скевит Ободрать тебя любой норовит Отдать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Дать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Автоматы заржавели давно Про войну мы видим только в кино Кино называлось «Побег» на туркменском сайте А из центра за приказом приказ Не пускать на операцию нас Ну слава Богу в БТР на ходу Один из трех до Майдона как-нибудь доведу Вертолетчики, ребята, свои Не дадут загнуться мне от тоски Потому как шило в избытке Вертолетчики, ребята, столько дает Своим Не дадут загнуться мне от тоски Эх, куда же ты попал, каскадер? Да что ни шаг здесь, то дувал, то забор Задувал им ханум и духтар А над крышами солярный угар Соляр кто же? Задув наше Задувал им ханум и духтар А над крышами солярный угар Спасибо Вот рад, что мы забывались А то все тяжелые-тяжелые Колонна тогда Первая колонна, в которую я попал Ну проехать надо Все, до кунтузы ехать И там отчет сдавать Я месяц там не пробыл Какой отчет? Но решил поехать туда и поехал Вот эта колонна Но это тоже Вертолетчикам Спасибо Да, нам может показаться, что это Высоцкий мелодия Похожие первые слова Но это не Высоцкий Высоцкий писал про другую войну Здесь вам неравнина Здесь климат иной Здесь снег на вершинах И солнечный зной И медленно под серпантину Колонна ползёт Опять засада, а ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает, кому повезёт Опять засада, а ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает, кому повезёт Браня БТРа раскалена Ему недолгая жизнь дана До первой мины, до первой РПГ А ты не машина, ты человек Глядит четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ А ты не машина, ты человек Глядит четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ Будет под пулями броня Пытается смерть достать тебя Ты ни раз, ни два в глаза глядил Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман И землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман И землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот в уши льет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмем Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Пускай ты летчик, а не бог Но больше Бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас И выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, как на войне Здесь дружба ценится вдвойне А потому за дружбу второй стакан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой Это даже чёрт с ним за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой Это да чёрт с ним за этот Афганистан Володя, песня десантуре посвящена, там из песни видно. Ну, потому что у меня друзья были из десантуры. С 56-го и ДШБ, да? Значит, были их. И сейчас есть. Правда, умер с 56-го, умер Женька. Руководитель боевого братства. Братство Воскресенский. Старший прапорщик. Спецназа. За дальней речкой, за дальней речкой, за южной речкой, Где пыль и этажа. За хребтом гиндукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра. Поедные годы, цветовые годы, бои до походы, до пули, до кровь. Это было, всё было. Обелиски могилы, придай жену силы, земная любовь. Это было, всё было. Обелиски могилы, придай жену силы, земная любовь. Война за плечами, но часто ночами. Канова на полчане приходят во снах. Загорелые лица синева на петлицах, И пыль на ресницах, и соль на губах. Загорелые лица синева на петлицах, И пыль на ресницах, и соль на губах. И память, как рана, открытая рана, Нам Афганистана забыть не дает. За хребтом гендукуша над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет. За хребтом гендукуша над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет. И тогда еще одна песня про децентников. Володя расскажет, как новичков, Как их поддерживают командиры, Когда они пират приходят, Вот самолеты, которые слезли, Привездуя на точку, и они уходят. Я песнику придумал для всех Уходящих в город на задание. Известные песни. Простят меня там исполнители, И кто ее написал. Ну, не важно. Если вам однажды перед рейдом горы Не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то бродят вовсе голые С вами, в общем, незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше Вас, главное, не унывать. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали Если, наверное, вы помните, Если вас в дукане нагло обманули, Если гнев невольный в сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули, Между прочим, их на все дуканы хватит. Вспомните о них. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ситуация похуже, если вас за ногу кобра укусила. Если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, соберитесь силой. И как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И совсем трагический, но последний. Серьезно, это ж трагедия. Если у вас, вам замены нету из союза, Если не пускают свидеться с женой. Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он с одной косой. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сидим мы на мешках. ВТРы, какие не ходили совсем, сдали в полк. Комбату-2. Туда же полторы тонны боеприпасов. Ну куда? Мы закрывали точку. Шестьдесят шестая. Горуженные, еще одна шестая неходящая. ВТР один погрузили на Ми-6. Вот я начал писать, сидя дожидаясь. А есть старая песня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снову встретит нас столица Незнакомый вокзал. Незнакомый вокзал. Незнакомый вокзал И родимые лица Тех, кто верил и ждал, кто нас, верил и ждал. И с друзьями простимся. Загрустившие мы.. Мы домой возвратимся, мы домой возвращаемся. Мы вернемся с войны Будем петь и пить безмерно Как велось на Руси, так уж есть мы уси Сменим мы БДР на салоны такси На салоны такси Будут ливни косые над проселками вновь Снова будет свобода, снова будет Россия Снова будет любовь Будут ливни косые над проселками вновь Снова будет свобода, снова будет Россия Снова будет любовь А вот и мы уехали, закрыли точку совсем Я собаку свою оставил крестом Оставался кролик комиссара, комиссаром еще год Больше потенил у комиссара Вот знаете эту историю? Крест звали собаку, выбраковку сапера Это прощание с Фальзобадом конкретно Земля качается, качается, качается И вертолеты набирают высоту И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся И Фальзобад уже теряется внизу Здесь столько было, столько было нами пройдено И столько было здесь изведана тревога А впереди у нас Кабул и дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог А впереди у нас Кабул и дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог Здесь столько было боевых друзей и товарищей Мы с ними хлеб и соль делили пополам Мы вместе шли через засады и пожарище И поглотали и прудили по горам Где мы не встретились в Европе или в Австралии Мы снова мысленно глянемся назад Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фальзобад Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фальзобад Земля качается, качается, качается И самолет уже теряет высоту И все кончается, когда-нибудь качается И шереметь его раскинулось внизу И все кончается, когда-нибудь качается И шереметь его раскинулось внизу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И сейчас в Фальзобаде тюльпаны А еще что побольше Чтобы будет слева конопля А справа будет подсолухи И будут они шмыгать с этими Хружевыми Ну а снег лежит Вот в ноябре месяц Падает снег К декабрю Там в декабре Там значит Днем минус двадцать Нет, наоборот Ночью минус двадцать Но плюс двадцать Все это пыль Тает Превращает в БТР Поступиться И вот там Дожди мелкие Противные Редко когда там падают такие Но один застал на колонне Как раз так Пошел проливной дождь Совершенно неожиданная ситуация А колонна шла тяжело И там были две засады Вызывали подмогу Вертолеты кого-то там бомбили Но то еще уставший Но до дома оставил совсем Немножко там в горах Пошел дождь И вот так Спасибо Дождь идет в горах Афгана Это странно Очень странно Мы давно уже отвыли От обилия воды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды И дождь И дождь И шипит И шипит На скален Утомленным Макарес И дождь И дождь Капитана, два танкиста из Баглана На залатанной бане Дождь идёт в горах Афгана Пересохшим речком в Анна Он, конечно, он, конечно, Ни российский, ни родной Местный бог от взрывов зли Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог от взрывов зли Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Дождь идёт в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отварили От обилия воды И дождю подставив лиц Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды Серой пыли и беды Серой пыли и беды Серой пыли и беды Продолжение следует... По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря 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 Пусть порой поля были раны, Время было прожито не зря. По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. Письма писал домой. Не все отправлялись, но у меня были записаны все, поэтому такие письма. Там двое, трое. Первое письмо. Жив и здоров, не контужен, не ранен, А по Сталину догадайся сама. В Афганистане, в Афганистане В жизни уместятся строчки, письма. В Афганистане, в Афганистане Жизнь не уместятся строчки, письма. Ты не прочтешь в популярном романе, Как проверяются судьбы в бою. В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою. В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою. Даже на самом широком экране Не показать, что такое война В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами сполна Кто-то поднимется, кто-то не встанет Сердце разбит, а гранитную твердь В Афганистане, в Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Афганистане В Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Алхе, в Керате Казни в Бадахшане В скалах Саланга В песках Чардары В Афганистане В Афганистане Время не выветрит наши следы Помните ждать Не клянись на Коране Знаю, не веришь ты В эту мру в праздничку сливания В Афганистане Есть такие В Афганистане В Афганистане Белое солнце встает поутру В Афганистане В Афганистане Белое солнце встает поутру Сыновья были маленькие Они 76 года рождения Жениться не хотят Да 43 года Они тогда были маленькие И оно прислало мне фотографию Они почему-то рыжие оба Так, такой вот снимок был И письмо И одно письмо Один пишет, чтобы я земли привез с собой Посмотрите какая-то там земля А другой пишет, что папа патронов больше привезли А потом? А потом они рыжие остались На фотографии, да Но это же на фотографии Да нет, они русые, как я Патроны я не провозил На таможне, а там вроде бы Мы же сдали все патроны Все отсидели в магазин С гранатами вместе Вот такие ящики здоровые Спецгруз Таможня хотела проверить Потом испугался Пропустил Два часа ждали Когда пропустил спецгруз Да, а вот Да я когда в Харитон прибыли Иду, там песок А всем сказали Сдавать оружие Там песок же Раз там Обойбывали Тут полный магазин Тут еще чего Граната там Писки Комендатура Комендатура Трофея Хорошая Бур замечательный Что-то Как наш трехляндий Вот он А там в песок Пошла комендатура Говорят расстелить плащ по лавке Выкидывать все трофеи наружу Кто будет выкидывать? Таким Кровью достался Его выкидывать еще Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец пройдет по горам Я письмо тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорный Бадагшан Мне поет про горы грусть магнитофонная А вокруг столпились горы наяву И живу я здесь за садами колоннами Да еще твоими письмами живу Где отмечено В уставе ли, в коране ли Для чего живет на свете человек Здесь сошлись два века в противостоянии Век двадцатый и четырнадцатый век Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисусе я Десять заповеди душу не томят Вся религия моя Головки русы на самом деле Страна вещь, что с фотографией глядя Ни к чему здесь новомодные традиции Все указы здесь не значат ни черта Пью я водку с подполковником милиции Он милиции московской не читает Пью за дружбу боевую настоящую Пью за то, что он не смотрит свысока Что меня он не ходячего, не зрячего Пять часов тащил по скалам до балка Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая сыновья Только верь, и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена С желтой пылью наши окна запорожила Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции Афганский Бадагшан Так, ну, все знают, все, кто проходил Через военное аэропорту, взяли в Ташкет И все знают, что это такое, жара Вот какая же бродя, вот там, оба местные Она теплая, она такая Но и девушки там есть, конечно И проголосиваются, надо целую неделю Сидеть с ума сойти, чтобы песни про этот пересыл Это там лирический герой, как Герстаков говорит Это не я, хотя две недели просидел Чтобы прямого рейса на Кундуз дождаться Пришлось потом через Кабула В палатке, а что делать? Водка в теплую пить и песню, блядь Вот так я лету там Пересылка называется Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки Я не буду врать, что я тебя люблю Самолет уходит к югу Обращаю, дай мне ругу Гореглазая попучится на час Улетаю за судьбою, а нам хватит злою Но не хочется об этом не сейчас Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки Но я не буду врать, что я тебя люблю Полевых погон распятия А на тебе такое платье Будто вечер повторился выпускной В легком сице зябнут плечи А мне оправдываться нечем Наши судьбы перепутаны войной В легком сице зябнут плечи Не оправдываться нечем Наши судьбы перепутаны войной Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки Не буду врать, что я тебя люблю Загурил, а сердце рвется и со счастьем расстается Пусть оно еще продлится на чуть-чуть Самолет гудит устало От руки, руки, поле встало И рукою мне махнуло в добрый пул Самолет гудит устало От руки, руки, поле встало И рукою мне махнуло в добрый пул Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки Но все равно не буду врать, что я тебя люблю На салфетках писал, мне-то с Олегом Бролевым Когда он мне прозвездил Мы говорили, там не надо Он на чемоданах идёт в Сочи витал Знаешь, Олежку, да, Бролевым? Так Так Ну это уже грустные А, это новые песни Много лет спустя восстанавливал У меня в пятом году В пятом году сгорел архив Вместе с Думом архив Там книжка начата Который уговаривал Верстагов Меня, давай пиши Дум Дум, дай, давай ко мне И он до конца требовал, чтобы её написать Я начал, и Дум сгорел Это сейчас же было, тёмно тоже сгорело Но я какие-то нашёл, а вредка чего-то Восстанавливал её В ритме вальса Попробуй Я помню Даже летом там вдалеке где-то Когда солнце, небо, горы И там же При горе Гендугу При горе Памир Там горы высокие До семи тысячников Дальше туда Там белая снега лежат и лежат Некоторых других тоже Вот эта песня Я почти позабыл Те бои и походы Только мне почему-то Забыть не могу Как стоят подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Как стоят подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Мы карабкались увысь Как наиспать к Богу Не прощая грехов Ни себе, ни врагу И глядели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу И глядели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками Лежит на вершинах Где ни трубниц искать Ни проезжих дорог Недоступен ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солодцких сапог Недоступен ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солодцких сапог И тогда запылали Огнем перевалы И от взрывов трещала Броня летников И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом море огня И холодных снегов И в жестоких боях Нам земли не хватало Там снегу Вспоминал почему-то Лептекин, Дукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Там в больших городах Плещет море Плещет море людское От потока машин Нескончаемый гул Закрываю глаза И встают предо мною Горы в белом снегу 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 Горы в море небес Как великое чудо Будто в пенье волна замерла на бегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу Последняя песня. А потом с 48-го по 58-го на западной Украине гонял бендеровцев по схронам под этим, командир батальона разведки, там начальник городского гарнизона по разведке, его и боевым друзьям. Не могу не сказать и похвалиться. А я ждал, два месяца ждал, когда можно будет приступить к работе в ВКБ. Я защитился уже и в конструкцию бюро. Там допуск долго оформлялся, делать нечего. И вот эту песню написал. Сейчас я знаю, что везде поют. Хоровая песня все поют. Да я знаю. Хоть бы кто стакан налил. Все поют. Да нет, тут свои все. Я говорю про тех певцов, которые там поют. В Кремле, в Колонне, там еще где-нибудь. Никто не помнит. Народные песни. Она занесла нам в Золотой фонд еще в 8-м году. Армейские песни Советского Союза. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Едва взойдет, над совками росли. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в дождь, уходим в ночь, уходим в снег. Батальонная разведка. Мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, Не осуждая его, война, тому вину. Тебе, наш родный старшина, отдаст медали и ордена В разведке, заработанной мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Ты сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, Гурьбою сядемся за дружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, Кто не допил, не долюбил, И чашу полную товарищам нальём. И мы припомним, как бывало, Над шагами без привала, Рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, Как делились другом флягу, И последнюю щепотку дулака. Как ходили мы в атаку, Как делились другом флягу, И последнюю щепотку дулака. Батальонная разведка, Мы без дел скучали редко, Что ни день, то снова поезд, Снова бой. Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Спасибо большое, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Воевать Россия внутри себя не будет ни с кем. Тут другие заботы, чем там же пидосы какие-то.